Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. Очень скоро в России начнется очередная эпопея криков о том, что Путин украл выборы, что на самом деле все против Путина и прочие прелестные вещи. Причем они будут раздаваться одновременно с заявлениями, что в России у 90% населения промыты мозги, вот они за Путина и голосуют. Так что понять, население, оно за Путина или против, вообще непросто. Причем даже среди тех, кто шумно кричит на эту тему. Но сейчас речь не об этом. Какое там отношение к Путину у рядовых граждан на самом деле понятно. А теперь немного поговорим о том, какое оно у элиты. У нас же принято считать, что Путин им всю малину портит, что народ за, а вот элита против. Так вот, читаем, что пишет на эту тему агентство Bloomberg. С начала текущего года состояние богатейших предпринимателей России значительно увеличилось на целых 38,575 миллиардов долларов, по данным опубликованного агентством Bloomberg индекса миллиардеров. Основатель международной нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Олег Перв заслуживает особое внимание, поскольку заработал сумму впечатляющих 9,14 миллиардов долларов. Интересно отметить, что его общее состояние выросло до колоссальных 24,5 миллиарда долларов. Однако Вагит Олег Перв не единственный, кто заслуживает признания. В числе заметных приростов в состоянии богатейших предпринимателей России также стоит выделить Андрея Мельниченко, сооснователя компании «Еврахим» и «Суэк». Он сумел увеличить свое богатство на 4,03 миллиарда долларов, что привело его общее состояние к впечатляющей отметке в 17,2 миллиарда долларов. Кроме того, эффектный рост подарило и бывшему вице-президенту компании «Лукойл» Леониду Фидуну, который заработал целых 3,89 миллиарда долларов. Его богатство сейчас составляет непосредственно 9,76 миллиардов долларов. Таким образом, вышеизложенные цифры и факты, безусловно, говорят о том, что состояние многих российских бизнесменов растет с впечатляющей скоростью и позволяет им занимать ведущие позиции в списке самых богатых людей России. После того, как Запад ободрал словно липку даже лояльнейшего Фридмана, а вот предприниматели в России заработали безумных денег, кто-то, правда, будет ждать элитного заговора, боярских бунтов и еще какой-то чуши. А в детский садик не пора с такой-то наивностью. Ворчать на президента они будут всегда и что-то там оппозиционировать, но если кто-то ждет революции, то он просто не в этой реальности живет. Впрочем, помимо денежных рейтингов существуют же еще и соцопросы. Так почему бы не обратиться к самым пессимистичным ребятам, так сказать, к хорошо известному иноагенту Левада Центр по поводу того, что же там думают наши граждане. И вот результат. Рейтинги президента, премьера правительства, парламента, губернаторов на исторических максимумах. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента, премьер-министра России? В ноябре одобрило 85%. Это лучший результат за последние два года. Даже в марте 2022-го было меньше. Рекорд за 24 года замеров рейтинга Путина, 89%, был всего один раз, в июне 2015-го. Больше, чем сейчас, в последний раз, было ровно 7 лет назад, в ноябре 2016-го, 86%. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России? В ноябре 2023-го одобрили 69%. Это пятый результат в истории. Один раз был 71%, три раза 70%. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России? В ноябре 2023-го одобрил 61%. Это лучший показатель в истории наблюдений. Что тут сказать? Наверное, трудно заподозрить Леваду в том, что она завышает рейтинги власти и ее популярность, не правда ли? Это же не в ЦИОМ и не фонд «Общественное мнение», которое принято упрекать в провластности. Так что не будем, наверное, удивляться потом результатам президентских выборов. Это старине Джо явно есть о чем волноваться. Кстати, про старину Джо. Его в последнее время бедного уже кто только не обижает. Даже в Пхиньяне приладились. Ким Чен Ын пообещал предельно жесткий ответ в том случае, если с его спутником хоть что-то случится. И товарища Кима легко можно понять, особенно учитывая, с кем приходится иметь дело. И какие там нынче представления о честной конкурентной борьбе, вроде взрыва газопроводов и прочих выходках. Можно, конечно, утверждать, что Ким Чен Ын и сам не подарок, что он диктатор и так далее. Но стоит признать, что ни одна страна в мире не позволяет себе такого, что выделывают Штаты. А учитывая, что спутник Северной Кореи стал для Вашингтона очень неприятным сюрпризом, можно особо не задумываться, какими методами с ним могут попробовать разобраться наши дорогие цивилизованные. Вот Ким и сказал всем заранее. КНДР предупредила, что вмешательство США в работу ее спутников вынудит страну на нейтрализацию американских спутников, передает Reuters. Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны. В ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников, сообщает агентство. Мысль интересная. С одной стороны, мы пока ничего не слышали о том, чтобы у КНДР было противоспутниковое оружие. Настоящее, специализированное, такое, как у России или США имеется. Но с другой... Дело в том, что предупреждения КНДР имеют свойство быть прагматичными, ведь товарищ Ким не утверждает, каким именно способом он собирается выполнить свое обещание, ежели чего. А спутник – это просто железный ящик в космосе, который уязвим буквально для всего. А повредить или уничтожить спутник – это совсем не такая сложная задача, если поставить ее целенаправленно. Вопрос, конечно, в том, сколько это будет стоить и какими методами совершиться. Но варианты из области «забивать гвоздь микроскопом» доступны вообще-то любым странам, которые обладают достаточно развитыми ракетными технологиями или хотя бы относительно развитыми космическими. Итого, лучше исходить из того, что задача в принципе выполнима, пусть и дорого может стоить, но и Ким Чен Ин, такой лидер, которому отступать некуда. И если он выполнит то, что пообещал... А вот тогда мяч окажется уже на стороне гегемона, а Северная Корея, отметим, отнюдь не станет менее крупным орешком. При ней по-прежнему будет оставаться гиперзвук, ядерное оружие и прочие средства для нанесения неприемлемого ущерба оппонентам. И вопрос тогда встанет, а готовы ли США идти до конца? Причем непонятно, ради чего. Северная Корея с ними определенно не конкурирует примерно так нигде. Это Киму отступать некуда, а вот Штатам и правда лучше этот спутник не трогать, дорого обойтись может. А тем временем американская техника не устает поражать какими-то немыслимыми требованиями по ее обслуживанию. Словно какой-то болид Формулы-1, где на пидстопе и техосмотр проведут, и прохладный колы нальют, и массажики сделают, и бровки-ноготочки поправят. Это точная техника для реальной жизни, а не для парадов. Смотрим на факты. В американском журнале Forbes предупреждают, что танки Абрамс М1 в любой момент могут выйти из строя, например, из-за слишком хрупких фильтров двигателя. Оказывается, их необходимо прочищать не реже двух раз в сутки, что довольно затруднительно в условиях интенсивного боевого применения бронетехники. Дважды в день и кипоштанка должен повышать обороты двигателя для запуска импульсно-струйной системы, которая выбрасывает воздух и мусор из задней решетки. Причем выполнять эту процедуру необходимо в холостом режиме. Пренебрежение регулярной очисткой хрупких фильтров может привести к серьезному повреждению двигателя. Интересно, как они вообще служили в очистке с такими-то данными? То есть, как же их приняли на вооружение с такими-то особенностями эксплуатации? Вот просто пытаешься себе представить великие танковые битвы прошлого века, не дай бог, конечно. И сразу ясно, что при таких машинах никаких битв не было бы. Такую изнеженную технику там просто разнесли бы в первый же час. Впрочем, что самое ужасное, это еще далеко не весь список преимуществ данных машин. Дальше еще прекраснее. Читаем. Кроме того, продолжает эксперт, танки Абрамс считаются одними из самых прожорливых в части расхода топлива. При этом заправлять их лучше всего авиационным топливом, что создает еще одну сложность в эксплуатации этих бронемашин. То есть, им еще и особое топливо нужно. Да никакое попало, а авианосный керосин. Эта деточка кушает только пирожные. А хлебушек не признает, для нее это слишком простая еда. Впрочем, слова о том, что их очень много в войсках, и их все равно собирались списывать, объясняют, кажется, все, что надо объяснить. На тебе, боже, что нам не гоже. Замечательное отношение к друзьям. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.